Суббота, воскресенье, еще и пятница? С ума сошли, что ли? Профсоюзы России призвали сократить рабочую неделю до четырех дней. По их мнению, это даст людям больше времени для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье. Инициативу о сокращении рабочей недели в июне этого же года озвучивал и премьер России Дмитрий Медведев. Профсоюзы России хотят сделать пятницу еще одним выходным днем. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Мне нравится такая идея. Нравится? Но смотрите, в то же время зарплату никто не будет платить за пятницу. За пятницу не будет. Но в таком случае, я думаю, должна быть возможность предоставить выбор. Чтобы сотрудники могли выразить свои предпочтения, так сказать. Будем работать в пятницу, не будем. Кому-то нравится отдых, кому-то нравится побольше денежку заработать. Знаете, отдыхать это хорошо, но в нашей стране, поскольку экономика у нас очень низком. На низком уровне, я считаю, что для страны это будет очень плохо. Против. Почему против? Потому что количество часов рабочих сокращается и с ним вместе сокращаются, естественно, заработные платы. Мы раньше в воскресенье только отдыхали. И все живые. И живем до сих пор. Ну, молодежи, конечно, наверное, и хочется отдыхать. Есть два варианта. Если продлят, зарплату оставят ту же, но рабочий день маленько продлят. Ну, это еще можно стерпеть. Но если вот это уберут, смысл, то люди пострадают, зарплаты-то будут меньше получать. Для молодежи, конечно, в основном с детьми. Куда-то сходить, отдохнуть, уделить внимание. Но все-таки какой итог подвозим? Ну, я, например, думаю, что надо сделать три подвозки. Надо сделать? С ума сошли. Нет. Нет. Я прощу. И так отдыхаем очень много. Ну, это мой отдыхаем. То Новый год, то Первые майские эти праздники. Ой-ой-ой. Единственным ведомством за последние сутки, кто высказался против четырехдневной рабочей недели, оказался Минздрав. По их мнению, три выходных дня подряд грозят для россиян ожирением, алкоголизмом и невротическим расстройством. Могу сослаться, например, на известную практику иностранных государств. Тоже были всякие мысли, что, значит, люди пропивают будут, там, все такое. Там как-то вот нерационально используются, оказалось ничего подобного. Люди используют это на образование детей в том числе, там, на какое-то самообразование. Больше пьют, когда нечего делать, когда бездельничают. Поэтому будет, конечно, больше пьянства. Мнения граждан разделились, а вопрос по-прежнему остается открытым. Тем не менее, Госдума обсудит этот вопрос уже в сентябре. И, судя по заинтересованности сразу нескольких федеральных ведомств, переход на четырехдневную рабочую неделю действительно может произойти.